Всем привет! Собственно, поэтому вы можете видеть у меня в наличии уже больше миллиона золотых. И это здорово. Мне нужно немножко рассказать, что я делал после последней серии, потому что мне пришлось много поиграть не для записи, хотя я по сюжету не двигался. Да, наверное, надо показать, что я достаточно прокачал и стиль драки, и уроны, и жизни. И за счет усу, это прокача было прокачано в основном за счет покупки дорогостоящих бутылок, дающих экспу. В общем, да. Ну, то же самое в скиле. И единственное, что магию я практически не торопал, только тайм-контрол вывел на третий уровень, это единственное. Ну, как видите, четвертый уровень требует уже 86 тысяч, даже наших 27 для этого мало. Так что пока мы тут ничего больше сделать не можем. Но это даже не самое важное, что я сделал. Я выполнил два квеста. Два нудных, неинтересных, утомительных квеста, связанных с храмами. Первый квест был связан с тем, что нам нужно было донейтить, то есть жертвовать деньги в храм света. Я показывал это в предыдущей серии. Я единственное, что не сделал, я не показал, для чего это нужно сделать. Поэтому, внимание, представляю вашему, так сказать, внимание, вот этот вот Rising Sun. Вот этот вот ножичек вы получаете, если выполните два условия. Первое условие, вам нужно заплатить 500 золота, после чего получите следующее задание. А второе задание, это надо заплатить 10 тысяч золота ровно полдень, когда солнце стоит в наивысшей точке. И тогда вы получаете этот нож. Еще, что я получил? Я получил вот такую штуку. А, да, надо сказать, что в этот Rising Sun нож ставлен на аугмент, который дает повышенную атаку против злых врагов. То есть, ну, по сути, нож добра. А еще у нас есть вот такой вот ножичек, который тоже со стройным аугментом, только против сил света. То есть, как раз таки, если вы хотите устроить резню в городе, он вам пригодится. Если вы внимательно смотрели, то такой же меч был у того, не знаю, как сказать, пехотинца, миньона, Люсика, который похитил нашего мага. У него торчал со спиной. Вот, этот меч я получил в Храме Тьмы, который полностью прошел. Как нужно пройти? Нужно набрать 2000 очков. Очки мы получали, как вы помните, за жертвоприношение. Ну, там есть одно условие. Моряк, скажем так, каждая жертва имеет свое количество очков. И в зависимости от того, когда вы приносите жертву ночью или днем, вы получаете двойное, либо обычное количество. Круче всего жертвовать монахами света, либо с женами. После того, как вы набираете 2000 очков, необходимо пожертвовать, принести в жертву свою жену ровно в полночь. И тогда вы получаете этот меч. Собственно, это, наверное, все, что стоит сказать о том, чем я был занят. И мы можем продолжить стипы сюжета, также выполнить парочку второстепенных квестов. У нас, кстати, появилась новая работа. Это Headhunting. Заключается она не в том же самом, что в Ascination нет, а скорее охота на монстров. Ну, я не знаю, имеет ли смысл это показывать. В принципе, то же самое, пойди и убей. Ничего более. Так, вот единственное, что можно, наверное, посмотреть сразу. У нас появилась возможность поработать бартендером. Я даже не представляю, как это выглядит. Вот, давайте вместе и посмотрим. Смотрите, как это здорово. Ясно, надо нажать. Так, я не понял, когда надо нажать? Ага, ясно. Примерно где-то к концу. Сам адепт зла разливает пиво в этом баре. Ну, грех не прийти, не отпочивать, я бы сказал. Вот такая вот работенка. Я смотрю, кстати, пока из всех работ, ковать мечи было самое сложное, наверное, так можно сказать. То есть, там действительно было легко ошибиться. Здесь пока что я не вижу никаких проблем, чтобы, не знаю, не налить... Ну, может быть, с количеством мультиплеера что-то изменится. Ну, давайте, я пока треплюсь, наберем один уровень до промоушена, будем бартендером второго уровня, барменом. Поправьте меня, если я ошибаюсь. Ну, по-моему, бартендер и бармен – это два разных, две разные профессии. Бартендер – это что-то типа... Служащего заведения, даже, так сказать. Который очень хорошо должен разбираться в том, как обслуживать гостей. Ну, ладно, могу ошибаться, конечно. А, в любом случае, в русском аналоге этого слова нету. Так вот, что у нас осталось? У нас сейчас есть вариант пойти по сюжету поговорить с человеком, который должен сидеть в этом пабе. И у нас остался квест либо помочь ферме, либо... помочь бандитам окрабить эту ферму. Я думаю, это вот то, чем мы можем заняться спокойно. И пока мы тут разливали пиво, ладно, не будем добивать первого уровня. Уже должен был наступить день. Я надеюсь, он наступил. Он же наступил? Нет, не наступил. Это ночью здесь так людно. Обалдеть. Ладно, ну, давайте тогда... Просто выберем квест активным, какой-нибудь, который вот... То есть помочь фермеру, либо помочь бандитам. Конечно, мы поможем бандитам. Вот это дурацкий глюк игры, что, несмотря на то, что он находится в той локации, где есть уже квест, он все равно предлагает в нее уже телепортануться. Ну, это ерунда. Это все мелочи. Ну, фэнси, ранен это ты, Дания. Как ты встанешь? Как вы видите, я нашел себе новый дом для бизнеса. А теперь для нас, которые, куда-то, 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 куда-то. Но мы, пока, куда-то, куда-то, куда-то... ...как мы, куда-то, 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 куда-то... ...социативная компания. Ну, я сделал новый... ...все друзья, в последнем. Они прозрачные. Вчера, когда-то после этого крипtant ber ISSue. ...другой серде. Верь, как это. Если вы не разрешите тренировать так, то вся экономия уничтожает. Так что мы будем следить за них. Марк – это фарма в Брайтвуде. Он был гвард. Так что мы могли использовать кого-то, как ты. Что ты говоришь? Так, ты интересен? Отлично. Мои ребяты – это татуирование. Профессиональное заболевание. Так что, когда ты приезжаешь в их кемпе, ты нуждешься третий раз. Отлично. Нет, это какое-то… Интересное место. Я даже не знаю. Сюжет не откроется, не откроется. Открылось. Это более чем интересно. Хотели пойти по сюжету, а попали в какую-то потайную залу. Не знаю, что это такое. Какой-то тайник. Понимаю, что это не сюжетное нечто. А может и сюжетное. Кто его знает. Давайте посмотрим, можно ли нам что-то здесь сделать. Или нам придется сюда возвращаться потом. Ясно только одно. Как-то к этому сундуку можно пробраться. Но как? Не ясно. Ладно. Тратить время тогда не будем. Если оно само не идет к нам. То, видимо, либо нам надо будет прийти позже. Либо мне надо будет просто прочесть. Как это делается. И уже вернуться и показать вам. Давайте так и сделаем, чтобы не… Ну, да. Не бодать рогами закрытые ворота, которые, возможно, просто не могут быть открыты на данном тайме. Такие дела. Но я, кстати, там видел еще один водоворот. Вот как раз, когда мы разговаривали с Арфером, я между досок заметил еще один такой вот. Не водоворот, а как эти круги на воде. А прямо под нашей пристани. Туда не так просто попасть, в плане, что, ну, их не видно. Давайте посмотрим, как из воды все это выглядит. То есть… Где-то вот здесь… Если мы проплывем… Вот, вот видите. Спрятали какая. Так, а? Никакая. Никакая. Это вполне может быть и секрет. И что это у нас… Ясно. Бутылочка с… Экспой для… Для магии. Так, ладно. Где тут выбираются приличные землевладельцы и магнаты? Мы же тут местный… Я даже не знаю, как нас ставить олигарх. Нас все боятся, значит, уважают. Ну, и ненавидят тоже. Идемте в лагерь бандитов. Так, это у нас… В чем? Где? Надо через всю эту локацию пробежать, да? Я даже не стал смотреть, что у этого торговца light weapon trader при себе, потому что… Я думаю, вот этих двух мечей, которые мы добыли, нам какое-то время должно охватить. Хотя, может быть, я и не прав. В принципе, у них показатель урона не выглядит… Как что-то очень… Такое, финальное. Да и сами квесты не выглядят как что-то такое, что… Должно… Вознаграждать… Каким-то… Убер… Убер-мощным оружием. Что ты лаешь, песик? А, тебе жуки там не нравятся. Да бог с ними жуками. Мне вот эти вот… Бандиты не нравятся. Ну… Убер-мощным оружием. Да… Убер-мощным оружием. Убер-мощным оружием. Ну, ладно, не буду говорить, что обычные игры это не позволяют Потому что на самом деле Игра игре рознь А это позволяет Ну, как-то с этим ножом повеселее дело идет Все равно больно кодсается, зараза, ну ладно Кто там Комментирует Ладно Как бы нам Наших бандитов, которым мы идем, не вырезать Самим бы случайно А то мы такой злодей, что Нас как-то даже Бандиты не уважают Нехорошо Неправильно, я бы сказал Ну, а здесь местным Крестным отцом стать Как-то Не получается, не дают Может быть, потом можно будет Не знаю Так, а здесь Нас Здесь у нас Ну, в общем, нам надо перебраться через мост И вон туда Ладно В том берегу, как мы помним Мы еще ничего не исследовали Кто ты? Гейммастер Как ты еще жив? Тусуюсь в таких местах Без охраны Теперь же, наверное, и деньги есть Должны быть, если ты играешь Да, может, ты шулер Хотя и убить, конечно Помешало бы Но, я думаю, потом Резня Потом Что-то песик ничего не находит Неужели здесь сокровищных, где нет? Да, если угадаю Ворота будут закрыты А нам надо будет Свистнуть, правильно? Нет, ворота открыты Хорошо Все попрятались, или? Что? Будьте quiet, а? Никто не получил карты? И как нам свистнуть? А, вижу Нам нужно идеально свистнуть Ну, давайте попробуем Три раза идеально свистнуть Чисто ради прикола На, это просто мне спрятаться Рипа, это мысль сказали, что мы следим за, да? Немного фарма, Гайлз. Пошел 30 лет на патроле, пока он поднялся на землю. Дело в том, что у него есть маленький пакет в его бассейне, мы очень хотим поднять руки. Просто не пытайся найти это себе, вы слышите? Дома, Рипа, я сказал, что я получил. Просто нужно немного времени, это все. Ты потерял что? Три мужчины вчера? Еще два вчера вчера? Ты построил себе красивый маленький храм. У меня есть женщина, не я? Да, это действительно помогло нам, Ethan. Сейчас он имеет армии своих пид-палов, чтобы защищать эту фарм. Наверное, он готовится к нам, тоже. А ты думаешь, что этот Уд может их все поднимать? Я думаю, что наш новый парень будет успеть. Или уметь пытаться. Один может успеть. Слушайте, если вы пытаетесь взять это в бассейн для себя, мы уберем вас сами. Да. То есть... То есть, вроде бы, как бы они погибли, стараясь сразиться с тем бывшим стражником, но на их надгробе написано что-то другое. Так, что у вас тут еще в лагере есть полезное? Горе-бандиты. Как же он не очень удобно в этой игре бегает, если честно. Ну ладно. Давно не играл отвык. Хотя, не так давно. Маска не проканывает. Ой, смотрите, там ключик. Ладно. Где ферма-то? Угу. Ферма... Понятно где. Ну, пойдемте. Раз он фермер, бывший стражник, то меч у нас подобран... Неправильно. Против хороших меч нам надо поменять. Вот это подойдет больше. Давайте прямиком сразу на эту ферму. Пока не стемнело. Хотя мне в принципе все равно... Но больше нравится днем, если честно, играть. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Ребята, а че вы стреляете? Я же, может быть, поговорить пришел. Блин. Нифига себе. так ладно хорошо хотите тут устроить вестерн не знаю может конечно лучше к ним подойти но смотрите они достаточно такие они толстенькие если моя мощная винтовка столько выстрелов требуется из нее чтобы убрать их так понимаю что здесь особенно дамаг не изменяется при расстоянии что если она добивает набьется одинаковым дамагом так что неважно ну это мой домос на самом деле я просто нигде не видел опровержение этой теории если же сомневаться начал у меня правильное оружие сейчас одета так это 50 ты раньше 50 да то есть хорошая ладно значит они действительно такие толстенькие чтобы мы хотим да нет все идет хорошо у меня вполне устраивает такой даже попасть можешь ну да видите это расстояние сильно ничего не меняется интересно он этот фермер бывший он сейчас такую армию держит на ферме том как на каких основах основаниях вообще или он как какой нибудь типичный генерал ушел в отставку забрав с собой весь свой взвод а я думаю то что у нас такой меч хорошо помогло мы стали популярны мы стали популярны не смерть этого бедного фермера наша цель его подвал почему бы не хочет открываться а что же хранил этот бывший стражник чмурочит собака так какой то манускрипт с вот ст ч так ясно учебы куча ст в речи да это очень глупо а я просто у меня уже снова на свой тесак света Может быть, конечно, это не требуется, но еще нет. Ну, супер. Единственное, что мы убили нашего работодателя, который мог бы нам дать денег, наверное. Ты не хочешь открыться? Нет ключа. Там какие-то зомбаристы. Все резко. Где же мне взять этот ключ? Может быть, в доме? Мы еще не были в доме. Давайте посмотрим. Интересно, квест на защиту фермы, квест на атаку фермы, это точно одна и та же ситуация? Или нам сейчас можно будет пойти еще и защитить кого-то другого фермера. Надо посмотреть будет. Стучишь. А можно как-то... Выбить дверь, например. Или надо для этого safety off. Кстати, я не помню, говорил или не говорил, я нашел, как лечить собаку. На самом деле, я оказался лошарой. В игре у тебя с самого начала есть аптечка собачья, и она бесконечна. Я думал, что она кончается. Вот почему, кстати, вот с такого расстояния она... ...на красная? Так она. Что за ерунда вообще здесь творится? Или это дверь такая просто крутая? Квестовая, что ее нельзя выбить. Блин. Бесит. Может, там ключ как раз к тому подвалу. Ладно. Хорошо, не будем тратить на это время. Что у нас по квесту? У нас есть главный квест. Гаргулии. Да. Бесконечный донат. Храм остается. Это для того, чтобы выравнивать свою плохую карму. Скульптор. Да, это старт. В общем-то, я ответил уже на предыдущий вопрос. Факт. Факт, что это была одна и та же ферма. А как попасть теперь туда? Почему здесь влезть через окно? Ладно, может быть, потом кто-нибудь сюда заселится. Или я. Бездарно. Про е-е-е-е-е. Профукал. Возможность попасть в дом, получить ключ. Не знаю, надо будет почитать. В общем, я думаю, на этом эту серию можно закончить. Мы ни черта не продвинулись по сервету, зато сделали еще одно богу неугодное дело. Вырезали доброго фермера со всей его армией, блин. Куда у нее такая армия вообще взялась? Хренов. Генерал в отставке. Потом вырезали наших работодателей. В общем, такие будни у нас какие-то странные, блин. Как-то бестолково злые. Ну, злон досумом, наверное, что-то не получается. Ладно. Может быть, дальше будет веселее, разумнее в плане злодействий. Спасибо за просмотр. На сегодня все. Оставайтесь, смотрите. В следующей серии пойдем по сюжету. Обещаю. На сегодня все. Пока-пока. Продолжение следует.